Собственники земли в курортных селах Самой Анапе на Пионерском проспекте заявляют о смене вида разрешенного использования участков. За минувшую неделю осмотрели 112 земельных наделов. Почти на двух третьих гостиницы, магазины или кафе декларировались как жилье. В таких случаях владельцам грозит штраф. Серую зону предложат покинуть добровольно, а затем последует обращение в суд. Юрий Поляков обратил внимание на то, что определенные рычаги есть в распоряжении поставщиков воды и электроэнергии. Когда тех условий берет, он берет по ДЖС, прописано 1-2 человека, используется как гостиница. Все это легко проявляется по количеству потребления воды. Как сообщили водоканали, минувшим летом за превышение нормативов специалисты компании отключили около 100 объектов. Глава курорта поручил к следующей неделе подготовить подробный отчет с адресами. Это вопрос налоговых поступлений, а следовательно, ремонта дорог, строительства социальных объектов, а также благоустройства. Работы в шести дворах, а также сквере строителей в 12 микрорайоне выполнены на 90-95%. Это одна из завершающих операций – укладка специального покрытия. Уже начинается монтаж тренажеров. В ближайшие дни прибудет детская площадка. Ее установят в центральном круге. По словам Елены Мирошниченко, она отправила фотографии родным на север. Летом они приезжают сюда с внуком. Мне кажется, очень хорошо. Самое главное, что вот это покрытие будет в середине площадки. Не песок грязный, который был раньше. И если еще поставят хорошие качели, тренажеры, то будет здорово. Сдать все объекты планируется уже на этой неделе. А до 10 декабря муниципалитет украсят новогодние ели. Главное – высотой 22 метра на театральной площади Анапы. Юрий Поляков обратил внимание, что порядка 30 предприятий продолжают работать в зимний период. Туристы, отдыхающие, которые приедут сюда, обязательно двинутся в сторону театральной площади, посмотреть на елку. Солидная елочка поставим с хорошими игрушками. Все. Хотелось бы, чтобы это были праздничные мероприятия. Особенно это касается тех, кто приезжает. Ну и, естественно, наших жителей. Всего в новогодние каникулы в муниципалитете пройдут порядка 60 различных мероприятий. Ирина Меркурьева, Александр Ребеко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.